Про затухание градиентов. Начну с полезных ссылок. Во-первых, ссылка на предыдущий доклад. Во-вторых, ссылка на статью об одном из способов визуализации, который в докладе используется, статья аж еще 2015 года. И если вы вдруг используете бач-норм в торче, то в торчевском бач-норме содержится внутри какая-то ошибка. Вот тут ссылочка на коллаб, в котором эту ошибку можно посмотреть. Сеть воспроизводимости из-за этого страдает. Поехали. Значит, про затухание градиентов. Все сталкивались, наверное, с затуханием градиентов, кто учил сети чуть потолще. Вот, оно мешает жить. Во всех практически учебных курсах говорят, что это потому, что функция активации недостаточно хорошо передает производную и так далее. Самая главная проблема, вот в чем проклятие, вот проклятие из мира духов, и вот радиация, и затухание градиентов, у них есть нечто общее. Они, все в них верят, они вредят, а еще их не видно. Потому что никто, собственно, обычно, ну не никто, но очень мало, кто видел затухание градиентов буквально, кроме специально обученных шаманов. Вот я сейчас ударю в бубен верхнего мира, и все в этой аудитории разом прозреют. Познакомьтесь, это затухание градиентов. А посчитано на самом деле элементарно. Берем сетку, в данном случае тут 12 слоев фичи экстрактора, и потом 3 fully connected. Простенькая такая 3 на 3 кернала. Запускаем в эту сетку один единственный батч, делаем ему бэкварт, и после этого смотрим веса в матрице градиентов. Ну, смотрим не совсем просто так, смотрим в логарифмическом масштабе. То есть сначала взять модуль, а потом логарифм от этого. И вот мы, собственно говоря, и видим в минус 4,46 степени, в 10 в степени минус 5,18, в 10 в степени минус 5,44 и так далее. Треть порядка за слой примерно так. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. И вниз. В чем проблема этого? Проблема этого в том, что вот эти слои, если вы будете учить особенно СГД, они учиться не будут вообще. Потому что у флот 32, у него 20 бит значимой части числа. Это значит, что если вы к единичке прибавляете 10 в минус 6, это меньше, чем ошибка округления. Ну и вот, собственно. Окей, хорошо. Но функция активации – это не единственная причина. Поэтому вот мы возьмем и сделаем 26 слоев. В принципе, то же самое. Но нелинейности в виде функции активации нет вообще. Это просто линейное сложение. И мы видим точно такую же картинку. Ну, вернее, это ликер и луза, пущенная с коэффициентом 1 негатив-пос. Мы видим ту же самую картинку. Откуда берется затухание? Каждый логид суммирует большое количество входов. При суммировании большого количества входов у вас дисперсия результата падает на корень от количества усредненных чисел. Ну, соответственно. Просто сам факт того, что вы усредняете, он уже вам, ваш градиент калечит. Это годовой давности статья, когда пытались искусственно корректировать веса при первоначальной инциализации. И за счет этого, ну, типа, 10-15 слоев при обычной сигмой деактивации. В принципе, типа, они говорят, что можно учить. Это ссылка в английской Википедии. Английская Википедия, кстати, иногда содержит ошибки, которых нет в русской. И наоборот, читайте две. И посмотрим на функцию активации. Все говорят, что, типа, лучше использовать рилу. Почему лучше использовать рилу? Довольно логично. Потому что для всех логитов, у которых сумма больше нуля, производная не затухает. А для логитов, которая меньше нуля, она затухает, ну, допустим, там в 100 раз. Окей. Если мы предположим, что большая часть затухания градиента относится к функции активации. Стандартная функция рилу из коробки, ли кирилу, принимает параметр негатив-флоп. Каким наклоном будет линия до нуля. А давайте отдадим ей 2. И получим ту функцию активации, которая здесь изображена, собственно, вот рыжим. То есть тут рыжим, а тут продолжение. Вот такой изгиб в обратную сторону. Нелинейность? Ну, в принципе, нелинейность. Затухает в ней градиент? Да вообще-то нет, он даже увеличивается. Давайте попробуем, что у нас получится. Бац. 26 слоев. Ничего никуда не затухает, все замечательно. Вопрос следующий. А можно ли как-то учить с такой нетрадиционной функцией активации? Давайте попробуем. Да запросто. Учится. Тут хорошо видно, это у нас, соответственно, лосс, скорость обучения, небольшой шедуллер используется и прогрев в начале. Это у нас accuracy. Видно, что accuracy упирается в 100% очень быстро, ну, потому что эти 26 слоев, это явно больше, чем над нашей задачке. А задачка – это стандартный датасет CIFAR 100. Ну, он выбран просто потому, что он, с одной стороны, настоящий, а с другой стороны малюсенький. И, в принципе, все учится. Как-то вот так это смотрится, если посмотреть в процессе. В общем, если бы нас интересовали только практические эксперименты, то на этом, наверное, доклад можно было бы и заканчивать. Но мы любим копнуть глубже. Поэтому поехали глубже. Значит, в чем проблема? Первая проблема. Первая проблема, что выбранная моделька в 26 слоев на самом деле способна и без вот этих манипуляций тоже, в принципе, худо-бедно обучиться. Только ей это тяжело дается. Здесь вот видно, что она первые 15 эпох потратила на то, чтобы там жить какой-то внутренней жизнью, и только вот тут ее прорвало. Почему это происходит? Вот тут вот можно посмотреть. Видно, что на первом кадре градиенты первых слоев были аж вот тут. В 15 эпохе градиент сумел просочиться и понеслась. Почему это происходит? Во-первых, помехой для обучения, то есть вообще это возможно благодаря алгоритму АДАМа. Потому что если бы вы учили там СГДшкой, у СГДшки для всех весов скорость одинаковая. И, соответственно, у вас первые слои бы не учились вообще. Но АДАМ подбирает скорость отдельно для каждого веса. И благодаря этому он сам подтягивает первые слои. Конечно, да, ей все равно трудно учиться, но, по крайней мере, технически возможно. И основным препятствием становится не то, что у вас градиент не дошел, а то, что у вас рельеф вот этой самой функции адаптации, на которой мы видим, на которой мы смотрим вот здесь, он достаточно неудобный для того, чтобы сеть нашла в нем свое решение. Давайте я немножко про него скажу. Более подробно про эту часть диаграммы можно посмотреть в моем предыдущем докладе. Смысл в чем? Мы берем каждому весу, присваиваем стандартный двумерный вектор с модулем 1, и после этого просто суммируем всю сеть. Получается такая очень хорошая индикативная штука, которая показывает траекторию движения сети по, собственно, пространству, по адаптивному. Вот где-то вот до этого места она пыталась нащупать, вот это место, это как раз вот эта точка, и тут ее, собственно, прорвало. А здесь использовал шедулер, который менял скорость с 3 на 10 минус 5 до 3 на 10 минус 6, и прорыв возник здесь. Я резонно предположил, что может быть дело в скорости, и попробовал 3 на 10 минус 5. Она смогла научиться, но только на 29 эпохе и с большим трудом начала учиться. Но что интересно, на 3 на 10 минус 6 она тоже не тянет. То есть вопрос не только в скорости. Это говорит о том, что и главная помеха ландшафт потерь, которую мы сейчас никак не визуализируем и не знаем, вот там копать надо. И это же говорит о том, что диапазон параметров, в которых она способна чему-то научиться, этот диапазон очень узкий. Вот 3 на 10 в 5 еще не учится, а 3 на 10 в минус 6 уже не учится. Соответственно, в чем у нас разница между SGD и Адамом? Это та же самая диаграмма, которую вы смотрели, только там виолен плот, а здесь просто усатый бокс. И здесь показывается не градиент, а здесь показывается, насколько изменяется в каждом кадре вес. И вот это, это собственно усредненное изменение веса, а это дисперсия изменения веса. То есть насколько его колбасило по дороге. И тут видно, что колбасило его на 2,5 порядка сильнее, и разные веса по-разному. А если вы посмотрите на процесс обучения Адама, веса меняются по-разному, но дисперсия изменений веса везде одинаковая. Тут числа одинаковые. В чем фокус, собственно, Адама? Адам смотрит на попадающие к нему учебные данные и поджимает скорости где-то в одном месте, увеличивает скорости где-то в другом, чтобы все веса колебались с одинаковой дисперсией. Поэтому здесь, собственно, простые числа. За счет этого он, соответственно, поднимает скорости для первых слоев. За счет этого на нем вообще-то такая, ну, хоть как-то это может выучиться. Окей, пойдем дальше. Давайте возьмем задачу, с которой не справится даже Адам. 107 слоев, негатив-слоп, подобрал 2,25. Буквально с третьего раза. То есть подобрал такой коэффициент, просто если поставить 2, то он немножко все-таки замедлялся, а если поставить 2,25, он вообще перестает замедляться. Может ли вот это вот чудовище учиться? А, пожалуйста. Ну, единственное, что параметры пришлось поискать. Здесь можно обратить внимание на то, что здесь от 10 в минус 5 до 10 в минус… ну, 3 на 10 в минус 5, 3 на 10 в минус 6. Скорости меньше. Почему скорости меньше? Очень толстая сеть, это значит, что у вас пространство адаптивное, по которому сеть идет и ищет свое идеальное состояние, оно очень сильно изрезано очень мелко большим количеством разделяющих плоскостей. Быстро передвигаться по такому адаптивному пространству плохо. Поэтому чем больше вы утолщаете сеть, тем больше вы вынуждены немножко замедлять скорость обучения. Но, в принципе, норм, учиться без проблем. Вот можно вживую посмотреть за этим прекрасным процессом. То, что мы предложили, это работает только для Ли Кириллу и только с довольно специфическим выбором параметров. Мы можем же сделать по-другому. Вот у нас есть функция активации, она у нас линейна во всех точках, кроме нуля. И потом после нее есть, соответственно, какие-то веса. Если мы эту функцию активации сделаем более обыкновенной, но поднимем при этом веса следующие после него. Ну, легко показать, что математически это, в общем-то, в принципе, в точности то же самое. Поэтому мы предложим другой вариант. Мы берем и будем не менять функцию активации, а при той же самой функции активации просто брать веса с другой инициализации, умножать их на какой-нибудь коэффициент. Вот эти вот товарищи из прошлогодней статьи, они очень долго аналитически считали, на что надо умножить, чтобы в результате округления вот это падение, с учетом того, как выглядит функция активации, с учетом того, какая дисперсия, потому что функция активации при разных уровнях дисперсии дает разное затухание. Вот мы этого всего делать не будем. Мы просто посмотрим на диаграмму и из диаграммы просто вычислим. Очень легко делается. Берем, например, 80 слоев и инициализация всех весов по умолчанию. У нас минус 35 порядков доползает до первого слоя, а начинается где-то с 10 минус 4. Соответственно, 10 в степени разница вот в этих двух прекрасных числах и мы узнаем коэффициент, на который в среднем нужно умножить каждый вес в сети, для того, чтобы он в нем не затухал градиент. Берем сетку и просто все параметры умножаем на 2,37. Та-дам! Победа! Учится? Учится. Единственное, что пришлось поискать начальные параметры, при которых она будет учиться, это не так очевидно. На самом деле, я не знаю, зачем вам может пригодиться сетка глубиной 80, 100, 120 слоев. Но теперь вы это, по крайней мере, можете. Вы можете пойти глубже и узнать, насколько глубока кроличья нора. Есть на самом деле еще третий способ, но я, к сожалению, к нему не успел сделать слайды. Смысл в чем? Можно написать свой собственный слой, который на форвард-пассе не работает вообще. То есть, как работает бач-норм. Примерно все слышали, как работает, но никто не держал руками. Ну, мало кто держал руками. Он нормализует логиты так, чтобы они были в окрестностях единички, с дисперсией в единичку и со средним в нуле. Соответственно, проходящий вперед сигнал умножается на что-нибудь. Какое из этого следствия, проходящий в обратную сторону градиент, будет умножаться на то же самое? То есть, бач-норм нормализует не только форвард-пасс, он нормализует еще бэквард-пасс, но косвенно. В принципе, мы можем сделать то же самое и напрямую. Берете, вставляете слой, который форвард-пасс вообще ничего с ним не делает, а с бэквард-пассом берет, считает модуль вектора градиента и домножает его так, чтобы он стал единичным. В чем фокус? Мы привыкли, что обучение идет по градиенту. Но на самом деле все мы учим не по градиенту. Вот Адам, он не по градиенту, потому что какие-то веса быстрее, какие-то веса медленнее. Единственное реальное требование, что все, что положительно влияет на результат, оно в процессе обучения меняется в положительную сторону. И все. А направление Адам выбирает другое из других соображений. Мы можем сделать то же самое. Что мы, по сути дела, хотим? Мы хотим, чтобы у нас первые слои учились так же хорошо, как последние. Поэтому если мы по мере протекания градиента просто его умножим так, чтобы он в первых слоях был такой же, как в последних, ну, собственно, и прекрасно, больше нам от него ничего не надо. Ну, в общем, тоже работает. Слайда, правда, нету. Прошу прощения. Да, когда я эту библиотеку сделаю хорошей и прекрасной, я ее, конечно, выложу в общий доступ, но на самом деле все те же данные, которые вам понадобятся для того, чтобы заставить работать сетку произвольной глубины, они могут получиться и без всяких хитрых хитростей. Берем, вот у нас named parameters в цикле, взяли, уплощили, выкинули нули, чтобы логарифм не ломался, взяли по модулю, взяли логарифм, взяли медиану, напечатали. Вы получаете список имен и медианное значение градиента в данном слое. Для того, чтобы проделывать вот все те манипуляции, которые я делал там с сетями страшной глубины, вам этого вполне хватит. Ну, библиотека потом будет выложена. Вообще-то, если вы имеете возможность посмотреть на вот это все, на то, по какой траектории движется сеть, на то, как по ней расползаются градиенты и так далее, вы можете узнать очень много всего. Намного больше, чем тех людей, которые смотрят просто на лосс. Обсуждать это все я предлагаю в соответствующем канале, который я завел прямо буквально позавчера. Там пока один пост со ссылкой на предыдущий доклад, но скоро будет еще пост со ссылкой на этот. Давайте посмотрим, что еще мы можем интересного замечать, если посмотреть на это внимательно. Вот смотрите, та же самая сеть, те же самые 80 слоев, Ли Кирилу, вот она начинает учиться. И вот смотрите, 16 эпоха, градиенты еще маленькие. Лосс, вообще ничего не видно. На Акьюросе видно, что у нас цифр 100, соответственно, 100 классов на валидейшене ровно 1%, на трейне уже аж целых полтора. Сеть потратила уже 16 эпох. Она о чем-то там сосредоточена, внутри думает. И вот происходит 17 эпоха, а вот происходит 18 эпоха. Посмотрим на лосс, ой, в смысле на Акьюросе. Акьюросе не изменилось. Посмотрим на лосс. Лосс изменился на какие-то прям копейки, можно посмотреть, на сотые. Смотрим на диаграмму градиентов. Изменилось все. Градиенты прошли сквозь сеть. Соответственно, что это означает? Это означает, что сеть на вот этом первоначальном этапе чем-то была занята. Я пока не знаю, чем. И вот здесь она нашла решение. Я считаю, что она нашла область лабиринтной адаптивной функции, но может быть вы поиграетесь сами и выясните, чем она там занимается. Полосу вы этого вообще всего не видите. Или вот, например, перед вами стоит задачка. Вам нужно подобрать параметры. Даже, к примеру, та же самая сетка. Если мы откатимся на несколько слайдов назад и посмотрим, как она учится, первоначально градиенты выскакивают вверх. Это признак того, что у нее параметры удачные. Если посмотреть вот этот вариант, где градиент изначально протекал, эта начальная разгонная область, она на самом деле тоже есть, просто она меньше эпохи в длину. Соответственно, что вы можете сделать? Вам при подборе параметров, чтобы нащупать вот это место, где сетка будет нормально учиться, не обязательно ее учить 30 эпох. Вы можете ее поучить одну эпоху, а потом посмотреть, что стало с градиентами. Стали они затухать сильнее или слабее? И этого вполне хватит на подбор параметров. Например, вот это. Или что еще мы можем увидеть, если мы сюда внимательно посмотрим? Вот, например, у нас траектория. Хорошо видно, как сеть двигается. То есть на что похоже адаптивное пространство, по которому идет. Она двигается большими скачками, активно ищет. А вот она наконец нащупала это место, которое она искала, и начала учиться. Радикально изменился характер движения. Сейчас она идет по узенькому-узенькому коридору, в который ее загоняет функция лосса справа-слева. Совершенно другой характер движения. Это видно на всех сетях. Я начинаю заканчивать. То есть это я к чему? Это я к тому, что прозрете и станете понимать про сети, которые вы учите, сильно больше. Как говорится, несколько простых приемов дадут вам плюс 2% в любой задаче, в которую вы решаете. А чем плохи скип-коннекшены? Это на самом деле уже в принципе можно и проскипать. Но чем плохи скип-коннекшены? И что вы опять видите, опять же видите, если вы смотрите на все вот эти вот способы визуализации внутреннего состояния сети? Давайте посмотрим. Вот это градиенты весов, вот это градиенты биосов. Тут 2,5 порядка. 2,2, если что. То есть градиенты по биосу, по биосу в смысле, они в 2 с лишним раза больше. Почему? В принципе понятно. Потому что мы вспоминаем, что градиенты – это произведение входного сигнала на производную, пришедшую с другой стороны. У биоса входной сигнал равен строго единичке. Соответственно, получаем на 2 с лишним порядка больший размер градиента. К чему это приводит? Это приводит к тому, что у вас сеть, вместо того, чтобы учиться соотносить данные между разными входами на 2 порядка интенсивнее, просто шатает всю сеть вправо-влево. Этого не видно до тех пор, пока вы не смотрите на диаграмму. Этого не видно до тех пор, пока вы этого не распечатали. Окей. Давайте попробуем, что это с этим сделать. Давайте попробуем всем биосом врубить в оптимизаторе момент хотя бы на один порядок лучше. Внезапно у вас терминальное качество решения задачи той же самой сетью на 2-3% выше. Просто так, ни за что. На самом деле, это примерно половина прироста, от которой происходит от того, что вы добавляете в свою сеть бач-норм. Собственно, к этому он и сводится. Когда делают бач-норм, обычно убирают баес из предыдущего слоя, потому что в бач-норме он все равно есть. А в обучении бач-норма под капотом спрятано округление еще в 10 раз экспоненциальное. Вы можете сделать то же самое, не используя бач-норм или в каких-то других условиях. Просто посмотрев сюда и решив, что ну я хочу, чтобы слои вот эти учились примерно с одинаковой радостью. Про skip connection я поговорю как-нибудь в следующем докладе. Но если вы внимательно задумаетесь об этом, то skip connection он тоже в чем-то баес. То есть те веса, которые позволяют вам связывать через большую глубину разные слои, у них та же самая проблема. Градиент по ним на несколько порядков выше. И соответственно они очень сильно шатают сеть вправо-влево. С этим тоже можно работать. Здесь в слайдах везде используется функция активации RELU, так или иначе. Я пробовал для сигмоиды, но вернее для гипертангенса. Тоже работает, только нужно более аккуратно подбирать стартовые параметры. Сетка толщиной в 116 слоев учится только так. Если в Википедии написали, что вы должны радоваться 15 слоям, напишите им в ответ, что как насчет 115. Так, теперь вопрос. Возможно, вопрос будет несколько нубский. А вот подход уровня первого курса института, что давайте мы все нормализуем, чтобы в сумме была единица, сохранив там относительное соотношение друг к другу. Почему он плох? Что нормализуем? Ну, я имею в виду градиент. Я вот помню, читал, что можно просто просуммировать, соответственно, сумму, единицу разделить на эту сумму и потом умножить на это число. Так это и есть третий подход. Только вам это нужно делать не для всей сети целиком, а для каждого слоя отдельно. Потому что у вас между разными слоями градиент отличается на 40 порядков. Если вы их сложите между собой, получится каша. Нет, я понимаю, что послойно, да. А если вы после каждого слоя это будете делать, ну да, получится ровно тот самый третий способ, который я там описал. То есть это вполне работает. Да, это вполне работает, но нужно понимать. Дело в том, что если вы посмотрите просто на вопрос, то вам везде скажут, что вот у глубоких сетей главная проблема затухания градиента. При этом они не видят, есть в данном случае проблемы затухания градиента или нет. Вы берете диаграмму, на диаграмме смотрите, говорите, вот я подшаманил параметрами так-то, теперь у меня затухания градиента нет. А сеть все равно учится плохо. Вот теперь давайте подбирать разные гиперпараметры с учетом того, что проблемы затухания градиента для нас больше не существует. Это отдельная сложная задачка. Я проверял, можно ставить сети толщиной в тысячу слоев, но подобрать гиперпараметры, чтобы сеть в тысячу слоев училась, это такой неплохой квест. То есть проблема состоит из двух частей. Вот первую часть, либо тем, о чем вы говорите, он же третий способ, либо любым из этих двух, мы решаем, проблема затухания градиентов отмирает. Все остальные проблемы с нами. Спасибо большое. Спасибо. Ваш второй подход очень похож на грады нит. Возможно, вы читали эту статью. Я не читал эту статью, но я, конечно, знаю про этот подход. С инитом есть одна проблема. Большинство людей, может быть, это связано как-то с более математичностью подхода, большинство людей этот коэффициент, на который он надо умножать, пытаются вычислить, глядя на сеть. Но это проблема, потому что вы, понятно, что когда вы делаете свертку, степень округления зависит от размеров картинки, она зависит от размеров бача, еще от чего-то. Соответственно, визуализируем, прозреваем и просто подбираем. Ну, в статье эти скейлы обучались с помощью градиентного спуска. Ну, в грады нити скейлы, на которые мы умножаем веса, они обучаются с помощью градиентного спуска. То есть, сначала мы фиксируем веса, обучаем скейлы, фиксируем скейлы, обучаем веса. Ну, там, конечно, с нюансами разными. Третий подход, да, я согласен. Но дело в том, что всего этого можно не делать. Можно один раз посмотреть на градиенты, один раз умножить все на цифры и ничего не обучать. Дело в том, что вот смотрите, а, тут нету больше этого сала. Помните, я говорил о том, что есть два этапа обучения? Первый этап обучения и второй этап обучения. На первом этапе обучения у вас есть проблема с затуханием градиента и еще какие-то проблемы. На втором этапе обучения этой проблемы нету, даже если они вначале были. Если вы, допустим, вставляете дополнительные слои, которые как-то обучаются, вы же эти слои не удаляете потом, после того, как вы первые 10 эпох отучились. Они у вас там остаются. И они вполне возможно портят ваши решения или улучшают, я не знаю. То же самое со скип-коннекшенами. На самом деле, когда я впервые столкнулся с проблемой затухания градиентов, у меня была сетка, в которой можно было очень легко добавить один синапс. Я добавлял не скип-коннекшен целиком, а я добавлял просто 3 синапса, которые прокидывались из последнего слоя во второй и из первого в предпоследний. Вот этих трех синапсов хватало, а потом их можно удалять, потому что дальше они мешают сети учиться, ну и, в общем-то, как бы они здесь не нужны. То есть, в принципе, разница, ну, одна из разниц третьего подхода, она заключается вот в этом. Когда сеть вышла на простор и начала нормально учиться, вам эти все хитрые маневры уже, возможно, и не нужны. А они у вас в коде остаются. Вот в этом разница. В остальном разницы нет. Честно говоря, это не был мой вопрос. Мой вопрос другой. Смотрите, когда мы смотрим градиенты на резнете, то они распределены нормально со средним в нуле, как правило. Вы смотрели, кажется, когда вы визуализировали свои градиенты с помощью ящика с усами, вы показывали медиану. Хотя, скорее, нужно показывать размах. Еще раз говорю, я смотрю не на усредненный градиент, а на усредненный логарифм от градиента. Потому что, если вы посмотрите на распределение весов, оно нифига не нормальное. Оно на самом деле гораздо больше похоже на лог нормальное. И эта картинка, по моему опыту, гораздо более информативна. И эта медиана на ящике с усами, это не медиана градиента. Медиана градиента может быть в нуле. Это медиана средней амплитуды градиента вне зависимости от знака. На самом деле, для практических целей сети плюс такой вес или минус такой вес особо значения не имеет. Интересен разлет. Кажется, для симметричного распределения медиана так не изменится, если мы поменяем нормально лог нормально. Но спасибо, я посмотрю у себя еще. И еще один вопрос. Я призываю экспериментировать, смотреть и потом писать в канал, что удалось увидеть. Спасибо. А вот где вы показывали визуализацию шагов, градиентов? Вы там что показывали? Вы объяснили, но я ничего не понял. Еще раз. Вот это? Нет, нет, нет. Где у вас, ну, будто какое-то блуждание идет, весов. Это какая-то проекция или что? Да, более подробно. Ну, я про нее сказал, но просто очень мельком. Более подробно можно посмотреть в моем предыдущем докладе вот эти две правые картинки. Да, да, да. Одна из них за три эпохи, а вторая за все время. Значит, это что? Я беру всю сетку, для каждого параметра, который все есть в сетке, я назначаю случайный вектор единичной длины. После этого я все эти векторы просто складываю. То есть, по сути дела, это проекция N-мерного пространства нейросети на двумерное пространство, на которое просто и удобно смотреть. Практика показывает, что это страшно информативно, если вы хотите изучать, как учится ваша сеть. То есть, там видно на этой проекции, видны там характерные паттерны, встречающиеся в данных. Видно, вот сейчас видно, как сетка идет по узкому коридору, там еще некоторые такие вещи. Прям рекомендую пользоваться. В втором слайде есть ссылка на статью 15-го года, где я этот метод впервые применял. Спасибо большое за доклад. Очень интересно посмотреть, как происходит визуализация. Ну и было бы неплохо это попробовать. Но я просто не могу спустить без вопросов про Skip Connection, потому что с появления этого подхода было проведено много исследований о том, что именно помогает Skip Connection так хорошо обучать. И это не только маленький путь от конца сети до весов. Это и тот же представление ассамблирования, и тот подход, что сама целевая функция сглаживается от Skip Connections. Мы можем это с удовольствием обсудить, просто это будет еще полчаса сверху. Самый банальный пример – это, допустим, вы на вход подаете одно единственное число x, а на выходе ожидаете увидеть гипертангенс. И у вас гипертангенс в качестве активации. Однослойная сеть прекрасно обучится, двуслойная обучится очень плохо, потому что трудно из двух квадратов гипертангенсов собрать один. А если у вас есть Skip Connection, то она тоже обучится хорошо, потому что та часть, которая отвечает за Skip Connection, она обучится хорошо, а вторая просто отомрет за ненадобностью. Да, есть такой эффект, и это на самом деле путь к появлению следующего, как бы перехода от слоистых сетей к суперполносвязанным, которая похожа на машину Больцмана. Это прекрасно, но это хорошо работает, если определенным образом работать с дисперсией градиентов. То есть, как чаще всего делают Skip Connection? Берут первый слой и конкатинируют со второй активацией, подают сразу на вход. Если это сделать, у вас получается матрица весов, она одна, вы нифига не видите. Вместо этого вы можете взять веса второго слоя, веса первого слоя умножить на две отдельные матрицы и после этого сложить логиты. Математически то же самое, но если вы это сделаете по частям, то вы можете посмотреть дисперсию градиентов, дисперсию весов в первой матрице, дисперсию градиентов, дисперсию весов во второй матрице, увидеть, что те веса, которые работают со Skip Connection, имеют драматически большую дисперсию градиентов, добавить в оптимизатор момента только для этих весов и увидеть, что у вас качество сильно вырастает и так далее, и так далее, и так далее. Давайте соберемся на следующем фисте и поговорим про Skip Connection. Я прям с удовольствием. У меня все-таки вопрос, пробовали ли вы все-таки в Skip Connection добавлять в такие глубокие сети? Конечно, нет. Skip Connection решает эту проблему, но Skip Connection, он еще и при этом фактически редуцирует глубину сети. Если вы хотите, чтобы у вас сеть была не 107 со Skip Connection, что примерно аналогично там 50, а хотите, чтобы она была реально 107, тогда вот. А если вас результат Skip Connection устраивает, ну, пожалуйста, она решает этот вопрос полностью. Как известно, глубокие сети даже, они почти линейные, то есть, если мы берем, ну, какие-то даже очень-очень сложные сети по типу сложных генеративных сетей, берем с двух инициализаций, усредняем, то примерно выход равен, ну, семантическому среднему этих двух инициализаций. И поэтому у меня такой тезис даже, что нам хорошо требовать линейной сети. Это полезно. Ну, это буквально означает, что у нас ландшафт, функция потерь, он, ну, более-менее выпуклый. И вот это требование... И вот тут я с вами не согласен с устрашающей силой. И вот эта вот диаграмма, которую мы видим здесь справа, она как раз показывает, что вот нифига, она не линейна. На самом деле, есть даже прекрасное... Есть такой институт AIRI, Artificial Intelligence Да, конечно, я их сдам, да. И там есть Ветров, который последние несколько... Ну, конечно, последние полгода он ходит с этой темой очень радостно. Дело в том, что ландшафт, он никогда не выпуклый на самом деле. Да, конечно, не выпуклый. Он в большинстве случаев носит характер лабиринта, состоящего из большого количества маленьких, узеньких каналов. Это доказано только для резнетов. И лабиринты, и фрактальность ландшафта функции потерь доказаны только для резнетов. Я не предлагаю ее доказывать, я предлагаю визуализировать и смотреть. Вот это не резнет. Но мы здесь очень хорошо видим, как у нас сеть идет по длинному узкому коридору. Визуализировать тоже можно. Это еще один доклад на полчаса, как визуализировать так, чтобы вот это нмерное пространство ну хоть как-то чуть-чуть слепить в 2-3 измерения. Ладно, может быть, извините. Нет, вы правы, что о сетях надо думать. Я просто говорю о том, что если они, есть очень много вещей, которые мы о сетях принимаем на веру со словами, когда-то доказали. Как только мы на них глазами посмотрим, мы с удивлением обнаружим, что очень многие из этих вещей, они правильные, но не до конца. То есть там глубокие сети мешают обучать там затухание градиентов в функциях активации. Окей, упростили функции активации, лучше ли функции активации. Все равно что-то мешает. Появляется остаточный член, про который теоретики никогда не задумывались, потому что его на их сетях было не видно. Как только мы визуализируем, мы получаем возможность посмотреть на более тонкие моменты. И поэтому да, в большинстве случаев они правы, но если посмотреть, могут выявиться другие важные интересные моменты. Это означает, что сеть можно просто обучать. То есть все подходы, которые помогают обучать сеть, я не знаю насчет вашего, конечно, но там бач-норма, резидиал-коннекшн, они как-то сглаживают ландшафт функции потерь. То же самое, кстати, вы, наверное, слышали про грокинг. Конечно, слышал, да. Тут я с вами согласен и не согласен одновременно, вот каким образом. Они не то, чтобы сглаживали, они на самом деле, ландшафт функции потерь носит вот этот лабиринтный характер. Если вы этот лабиринт не сглаживаете до определенного уровня, то вы не можете учиться вообще. Но если вы его сглаживаете слишком сильно, то есть на самом деле есть очень много алгоритмов, которые направлены только на то, чтобы сгладить. Например, когда мы учим бачами, это тоже сглаживание рельефа. Потому что мы округляем, если мы посмотрим производные по каждому столбцу в баче по отдельности, дисперсия будет там кратно больше. Я об этом более подробно в предыдущем докладе рассказываю. Да, сглаживать функцию потерь имеет смысл, но почти все хорошие решения, они приходят тогда, когда вы с помощью сглаживания, приведя лабиринт к нужной степени ребристости, после этого начинаете искать в лабиринте. Если вы пересгладите совсем сильно, вот простой пример, как проще всего сделать сеть вообще линейной, просто вообще плоской, как вы рассказываете в идеале. Для этого нужно врубить очень большое округление. Например, вы можете округлять производную по всему датасету. Это очень дорого, тяжело и печально, но это можно сделать очень дешево. Если вы берете оптимизатор и выкручиваете ему очень сильно момент, либо в СГД выкручиваете очень сильно импульс, либо вы берете Адам, у него есть параметр бетас, который означает то же самое, и выкручиваете и первый бетас, и второй настолько же, чтобы сохранить разницу между ними в два порядка. Вы получаете сглаженный ровный рельеф. В чем проблема? Проблема в том, что вы получите сеть, терминальное качество которой может на 5% быть ниже, а может быть драматически в 2-3 раза ниже. Этот сглаженный рельеф нужен для того, чтобы умочь обучаться, но он мешает получить хорошие сети. И поэтому оптимум где-то посередине. И поэтому с этим оптимумом нужно работать, нужно учиться его высматривать, нужно знать инструменты, как сгладить, нужно знать инструменты, как уменьшить сглаженность и работать с вот этой ребристостью рельефа. В общем, ответ такой. Он на самом деле не к теме данного доклада, но он к теме данных визуализаций. Ладно, спасибо. Я хотел сказать большое спасибо. Очень крутой доклад, очень интересный, очень полезный. Спасибо большое. Клево. Все присоединяйтесь к секте свидетелей градиента. Я, например, сделаю это сразу же, как только положу микрофон. Спасибо.